Музыка Меня спрашивают, почему вы начали заниматься наутилом? Первое. Это нехватка трудовых ресурсов. Сейчас налицо. Не надо никому рассказывать, что трактористов, водителей, комбайнеров у нас у всех не хватает. Второе. Это климатические условия. У нас в этом году с 10 февраля по 23 июня выпало 8 мм. Вот здесь. С 10 февраля по 23 июня 8 мм. Кроме этого, у нас 4 мая было минус 6, 9 мая минус 8. То есть пшеница была в трубке. Затем были 32-36 жары. Мы посели сою 20 мая и наступила жара. 32-36 и ветра такие, что сдувало снов. И 23 июня пошел первый дождь. Вот такие жесткие условия. Мы были вынуждены в этом году здесь каким-то образом получать урожай. Что-то получилось, что-то не получилось. Но мы очень старались. Это второй фактор, почему нужно переходить на технологию. Третий фактор. Нам ввели санкции. И все дороже и дороже становится техника и ее обслуживание. Моточасы, которые нарабатываем мы, наутилуцы, и моточасы, которые нарабатывают классики, отличаются в 3-4 раза. Не вам рассказывать. Мы говорим, что наутил у нас начинается с уборки. Но я бы добавил, наутил начинается с уборки и с одновременно посевом покровных культур. Есть влага, нет влаги. Вы придете на поле и увидите, что просто здесь не было влаги. От слова совсем. И мы посеяли. И вы увидите, что взошло. Сухую почву мы сеяли. Вы увидите, что взошло. Но там есть, растет. За ним тянется дождь, и за ним тянется другое. Так потихоньку, потихоньку. Сегодня Эрнест наконец-то приехал к нам. И он сказал, что самая засухоустойчивая культура в Крыму, где влаги ноль на сегодняшний год, самая засухоустойчивая культура, угадайте, какая? Суя. То есть она растет. Вот мы за комбайном, комбайн еще не успели с поля уйти, мы тут же запускаем сейлку. Мы пробовали разным способом. Пробовали румом, пробовали самоходным опрыскивателем. До этого пробовали сейлкой с дроном кидать семена не всегда получается. То есть если есть влага, получается, нет влаги фиаско. Поэтому, чтобы быть уверен наверняка, мы все-таки сеем. Загоняем сейлку и сеем. Норма высева покровных культур у нас где-то доходит. В прошлом году я догнал до 35 и сделал ошибку. Вот на это поле, где мы с вами будем, сделал ошибку, загустил. То есть надо все-таки уходить к нормам 15 килограмм там в этих пределах. Опять же в нашей зоне и с нашим климатом и т.д. Все в живые корни. Обратите внимание, сейлка идет медленно. Сейлка с турбодиском. Можно без турбодиска спокойно сеяться. Вообще спокойно сеяться. То есть нет, первое, заминание соломы. Не существует этого, как сказать, в данном. Просто этого эффекта нет. Заминание соломы, попадание семени на соломину. Сеем, Алексей здесь, там, Алексей механизатор наш. Он сеет, идет дождь, ему звонят его коллеги из других хозяйств. Чем занимаешься? Поехали там на рыбалку. Я сею ее. С ума сошел ливень, мы еле с поля уехали. Троссами вытаскивали. Он им видео выкладывает и ватсапом скидывает. Они хохочут. Трактор идет, джендир блестит. Дождь идет, мы сеем. Проблем нет. Я представляю проект GroupMap. Это цифровой сервис. Мы собираем все открытые данные. Это спутниковые, метеорологические, глиматические, почвенные, ваши личные. И, соответственно, отображаем это все в нашей системе. В системе есть три таких функциональных модуля. Это модуль планирования, где вы можете из ваших техкартов задать, операции. Ну, в общем, любые ваши действия, которые вы хотите. В том числе есть автоматическая генерация силы оборота и подсказки различные. Есть модуль мониторинга. Ну, конечно же, это в основном спутниковые снимки. И модуль прогнозирования. Это прогнозирование урожая, фаз вегетации, вредителей. Ну, и там много чего еще есть. Конечно же, есть различные инструменты по анализу рельефа, уклонов. Есть 3D-карты, где вы можете наложить различную визуализацию. Есть исторические композиты оценки продуктивности полей, где вы можете отсоединить, в общем, зону неонародности ваших полей. Ну, различные графики. Ну, хотелось бы остановиться на NDVI. Мы все обо нем знаем. Ну, это самое простое. Это, в общем-то, некая биомасса растений на поле. Ну, кратко, совсем просто, конечно же. И вот мы видим, вот, некое зеленое в центре. А оно по-различному. Там где-то желтенькое, где-то зелененькое. А на поле это выглядит вот так. Где-то большое, где-то маленькое развитие растений, ну, биомассы ее. Так вот, тут я бы хотел вам порекомендовать использовать для анализа NDVI системы цифровые, которые именно аграрные. Потому что другие системы и многие даже аграрные системы, вот здесь вот снизу маленькими экранчиками, представлены одно и то же поле в различных системах за одну и ту же дату снимок NDVI. Как вы видите, где-то просто полностью зеленое, а где-то детализация. Поэтому, когда вы работаете с цифровой системой, обращайте на это внимание и оценки. Согласно позиции ООН, ресурсозаберегающей технологии подразумевают соблюдение трех базовых фундаментальных принципов. Первый – это минимизация воздействия на почвы орудиями техники, то есть использование специальных сейлок. Второй – это постоянная ротация культур. И третий – это обеспечение постоянного укрытия почвы либо растительными остатками, либо почвопокровными культурами. И важно оговориться, что проективное покрытие растительных остатков на почве должно составлять не менее 30%. Дешифрирование этих объектов непосредственно из космоса. В 2021 году проводились полевые обследования полей с задачей установить, какое же проективное покрытие почвы растительными остатками. Определение осуществлялось тремя методами. Два метода из литературы – это метод линейных трансфект. Мы видим на слайде, то есть буквально при помощи рулетки мерилось проективное покрытие. Второе – при помощи анализа фотоснимков поверхности. Поверхность сфотографировалась, накладывались цифровые фасетки и считалась по покрытию. Третье – только на основании данных дистанционного зондирования земли. По разным формулам этот подход тоже изложен в литературе. Мы его адаптировали и использовали. Далее подбирались снимки дистанционные, космические, самые близкие к моменту обследования. На основании них и полевых данных строились модели линейной зависимости. Самые лучшие модели были использованы. Было рассчитано проективное покрытие почвы растительными остатками для трех полей. В динамике. Также в рамках этого же исследования мы попробовали обследовать одно поле. Взяли пять ключевых участков в различных условиях рельефа. То есть это флакорные поверхности, это склоны различной экспозиции и это тальвиги. И что мы видим? Мы видим, что даже в рамках одного поля проективное покрытие растительными остатками у нас может быть очень неоднородное. То есть у нас может быть поле почвы покрыто на 100% растительными остатками, а может быть и менее. То есть вот тут до 60% покрытия. Также в рамках этого метода хотелось бы вернуться к полю, о котором говорил Александр Николаевич. Собственно говоря, мы посчитали индекс NDTI, на основании которого мы все это время работали для проведенного поля. Но как мы видим, даже индекс NDTI показывает, что у нас поле очень неоднородное. Как вы помните из того слайда, по NDVI там все было относительно ровное, то есть одинаковое. А здесь мы совершенно четко, не уверен, что слайд передает, мы видим совершенно четко три зоны по объему растительных остатков в пределах одного поля. Это очень наглядно. Хочу рассказать о хозяйстве Мокрикова Григория Васильевича, который неоднократно также высевает почву покровной культуры. Это кандидат в хознаук, тоже прямо грамотный научный подход. Работает ряд институтов у него на полях, и он сам готовит докторскую диссертацию, поэтому очень глубоко изучает эту тему. И здесь мы тоже можем поговорить, какая эффективность же у почвопокровных культур. Мы высевали в 2021 году на поле 18 гектар 10 делянок. Это было 9 вариантов с почвопокровными культурами, 10 делянка была контрольная. Обратите внимание, была гипотеза самого Григория Васильевича о том, что вот гречиха в монопосеве, первая делянка 30 кг, затем вторая делянка гречиха плюс лён, третья гречиха плюс лён плюс горох, ну и так далее. В 4 культуры нут появляется 5 культур в 5-й делянке, и в 9-й делянке уже просто поле не было возможности разделить, это было 11 культур. Обратите внимание, я выделила цветом гречиха 30 кг, пятая делянка с 5 культурами 24, и 11-компонентная смесь это 12 кг норма высева. И на следующий год на этом поле полностью был посеян нут при одинаковых условиях. И обратите внимание, на контрольном участке 9,8 урожайность была. И хочу сказать, что по всем вариантам с почвопокровными культурами была прибавка в урожай. Он выделил и мне прислал вот этой таблицей самые лучшие варианты, самые лучшие три варианта. То есть после гречихи получилось 11,7, после 11-компонентной смеси 11,4, 11,8 сантиметра с гектара получилось по 5-компонентной смеси. Когда посчитали экономику, то основная разница была в цене на семена. 2100 стоили 30 кг гречихи, 600 рублей стоила 11-компонентная смесь, помните, там 12 кг было, и 1000 рублей стоила 5-компонентная смесь. При цене на нут в тот год, в 22-й, 40 тысяч рублей на гектар, мы получили чистую прибыль на каждом поле от 4,9 до 6 тысяч рублей с гектара. Далее в этом хозяйстве была выбрана смесь, которая стоила 600 рублей, это минимум был для предприятия, 600 рублей. И по логистике 12,5 кг тоже была самая низкая норма по почвопокровным культурам. Выбрали эту смесь и посеяли вот эти две части поля, по центру это контрольный участок. Вот так он рос, не по пояс, но тем не менее, вот так осенью была остановлена почвопокровная смесь, контроль немного заросший остался. И на следующий год, в 23-м году, на этом поле высевался снова нут, но уже по одной делянке почвопокровных культур. И какая была урожайность? На контроле урожайность нута 20,2 центнера с гектара, после смеси 24, разница 3,8. И при цене на нут 55 тысяч рублей получили, и с учетом затрат 1200 рублей на гектар, получили на каждый гектар 19,5 тысяч рублей прибавки. Я понимаю, что у каждого получатся свои затраты, у каждого получатся свои урожайности, своя прибыль, потому что она будет зависеть и от условий года, и от того, какая культура пойдет следующая. Вот я же говорю, лен самый отзывчивый, по мне так культура. Но в принципе все культуры отзываются. Климат меняется, засуха буквально каждый год, очень мало осадков, длительные периоды без дождей, по три месяца к ряду. Прошлый год, этот год, этот год вообще аномальный. Как бы и морозы в мае, и три месяца без осадков, и температуры самые высокие в этом году были у нас, длительные. Поэтому, конечно, тяжело. В Крыму на слабых почвах, кто нас знает, у нас очень слабое плодородие. Маленький слой почвы, это 40 сантиметров в среднем. Ну, конечно, бывает и до метра, но бывает и всего 10 сантиметров. И вот в такие годы, когда по три месяца нет влаги и жарит, вырастить хороший урожай большой практически невозможно. Потому что сохранить влагу в таком маленьком слой почвы нереально. И в этом году, вот сейчас показывали карты NDVI, есть более зеленые, такие участки более желтые. У нас вот так поля выглядели. То есть, где почва есть, они более зеленые, там около 30. А где скальная, там около 3-х центнер. В 10 раз разница в зависимости от слоя почвы. Так как у нас почва ограничена, влагу накопить мы можем только за счет структуры почвы. Если мы почву структурируем, то в ней может больше накопиться влаги. И плюс второй вариант, как накопить больше влаги и сохранить, это органическое вещество. То есть, где есть углерод, чем больше углерода, тем больше способность почвы сохранять влагу, накапливать и удерживать ее дольше. То есть, вот там, где мы вносили навоз, опять же, то тоже видно, где больше углерода, даже на слабых почвах, в такой год это происходит. Плюс разуплотнение. По нуту, я как думаю, почему это происходит по нуту? Это не только у нас. Это вот Илья Леонидовна рассказывала. Нуту легче расти. То есть, мы создаем структуру почвы, почва структурируется в более глубокие слои, проникает корневая система. И на следующий год, когда мы сеем нут после покровных, он не тратит столько энергии для роста и просто растет на более глубокие слои почвы и достает влагу оттуда. То есть, сохраняем энергию, накапливаем больше влаги, за это больше урожай. Да, цифры небольшие, но они показательные. Следующий, тоже немаловажный момент, это циклирование элементов питания. Бобовые покровные культуры накапливают хорошее количество азота, и этот азот долгоиграющий. То есть, если мы в этом году пробовали опыты с удобрениями, то буквально там на зимой пшенице один центнер прибавки давало. И не купили затраты. Затраты на удобрения, засушливый год, себя не окупают у нас. Этот же азот биологический, он долгоиграющий. То есть, мы его посеяли, допустим, в 22-23 году, и он отдает сейчас. И прибавка тогда на несколько лет растянута, она себя окупает. Но и другие элементы тоже. Там не только азот же добывает покровные культуры, высвобождают, когда разлагаются. То есть, это тоже немаловажный эффект. И плюс эффект губки, что в этой почве мы можем удержать больше влаги на более длительный период. А для нас это критично, потому что уже не первый год мы имеем по три месяца без осадков. То есть, нам надо как-то удержать эту влагу. И структура почвы, ну, на глазах она обретается за счет покровных культур. Корням расти легче, плюс черви. И вот такую картину видим, когда копаем почву. Наша компания занимается организацией технологических цепочек для сельхозпроизводства. Для растеневодства беспахотного у нас есть определенный подбор техники, которые, я считаю, не оставят вас равнодушными. У нас есть отчесывающие жадки, озон производства Пензмаш, и посевной комплекс Муза. Отчесывающая жадка шириной захвата 6, 7, 8 и 9 метров на колесах, копирующих почву, позволяет увеличить производительность работы комбайна до полутора раз на уборке зерновых, голосовых и метелочных культур. Ну, в частности, еще там можно убирать, ею очень хорошо убирают лен, и есть модификация для уборки коноплей. Вообще, все растеневодство, оно базируется на исполнении определенного какого принципа. Нам нужно создать условия для культурного растения, когда оно максимально хорошо развивается и достигает максимальных урожаев. Что для этого нужно? Это для этого нужно положить семена во влажную почву на определенную глубину, обеспечить контакт семян с этой влажной почвой. И, соответственно, один из пассивных комплексов, который достоин внимания, это пассивной комплекс Муза. Муза вообще это аналог австралийской селки Рогро. То есть это селка нулевого цикла. Чем она хороша, скажем так? Анкерная селка. Она сеет обычно в тяжелых условиях. Дождь, грязь. Мы ее взяли по какой причине? Первое. Хорошо проходит растительный остаток. Второе. Сеет. Бывает сеем в очень тяжелых условиях, либо поздно осенью, либо рано весной. На Музе стоит разрезной диск. И он позволяет сеять по большим растительным остаткам. Диск разрезает растительные остатки, а анкер уже идет по этому следу. Если нам нужно достать, например, уже, скажем, уходящую влагу, то вот Муза позволяет это делать. Это тоже плюс. Но глубина посева остается одна и та же. То есть, можно заглублять сеевку до глубины сантиметров 8, но глубина посева семени останется та же самая. 2-3 сантиметра. Через 10 лет, как я начал заниматься наутилом, пришел к тому, что я сам могу оценить, насколько у меня почвенная биология соответствует тем критериям, какие должны быть. И хочу сказать, что совершенно она не поменялась. Вот как я обрабатывал почву, как они были бактериальные, так они и до сих пор у меня такие. Это значит, что значит неправильно что-то делается, что не позволяет изменить, вот трансформироваться этой почвенной биологии в ту сторону, которая бы мне позволяла получить хозяйственную выгоду от этого. Животные. Значит, животные позволяют очень быстро, при правильном выпасе на полях, очень быстро позволяют произвести эту трансформацию. Значит, на сегодняшний день, имея 30 голов на 500 гектар, это мало для того, чтобы производить именно правильный выпас. Ну, о правильном выпасе скажу вкратце, но если кому это интересно, есть отличное видео на ютубе Алан Савари. Правильно я имя произношу? Алан Савари. Он сам не фермер, он эколог. И занимался восстановлением деградированных почв. Очень короткое время должны животные находиться на определенной площади. Плотность их должна быть высокой. И критерием основным, ну, это 50 на 50, так называемый. То есть, они половину должны съесть, а остальную половину они должны уложить. То есть, утоптать. Вот это правильный вывоз. И они должны быть убраны с этого участка. Мне для того, чтобы организовать вот эту ротацию, вот этих, количество этих животных не позволяет. То есть, я понимаю, что это должен быть как минимум один человек, он должен постоянно переносить эту изгородь. то есть, они мне будут в убыток. Грубо говоря, чем я сейчас занимаюсь? Я огораживаю поле целиком, выпускаю их туда. И вот они там на на выпасах, не в поле, а на выпасах. Они там, вот маточное поголовье, допустим, кролы вот там находятся. Подкармливать начинаю, когда ложится снег. И им хватает вот этого, ну, той массы зеленых растений, пока не выпал снег, не укрыл. Они там круглый вот пасутся, никаких концентратов не даю. То есть, для маточного поголовья этого достаточно. На откорм, когда, ну, бычки вот становятся на откорм. Вот мы были, да, вчера, позавчера. Позавчера смотрели то же самое. Убрали, скосили поле пшеницы, срез оставляю высоким, выгоняю туда бычков. И вдоволь, то есть, я их приучил, и уже вдоволь, то есть, у них концентраты не выбывали, не заканчиваются. То есть, они едят столько, сколько хотят. Прекрасно, сами они для того, чтобы пищеварение нормально работало, нормально функционировал рубец. Они съедят соломы столько, сколько им нужно. Остальное, они поедят концентраты, нормально набирают вес, экономически, как оказалось, нормальный выхлоп получается. Первое, что мы сделали, это, я когда выступал, говорил вам, мы разнесли колеса, то есть, у нас в междуряде 12-40, 12-40, по оси 52. Сеем все абсолютно культуры. Это сейлкой. Дальше, сейлку модернизировали внесением биологических препаратов, жидких биологических препаратов. И сейлка здесь, бункер двойной, то есть, он сеется с удобрениями, сеется с семена и удобрения. Мы используем, когда надо будет покровные культуры сеять, которые, ну, как бы, плюс мелкосемянка. Например, на сегодняшний день мы высеяли озимый рапс с яровой викой. Норма высева озимого рапса у нас, ну, в районе там 3-х килограмм, 2,5. А норма высева вики у нас была и 20, и 10, и 8 килограмм, заложили опыты. То есть, вику большими бункерами, мелкосемянкой рапс посеяли. Вот таким макаром. Можно сделать здесь через ряд, через два, там, таким, ну, мы в один ряд сеяли. Бывают на липании, нет? Ну, я же вам показывал, что мы сеем по зеленым, по живым корням. Ну, только по живым корням. Если не по живым корням, ну, тогда либо возглубляемся, либо, смотрите, не-не-не-не-не. Ну. Ну, внимательнее, смотрите, заточка откуда. Я диски развернул. изнутри, да. Да, она всех силок стоит снаружи. Я просто развернул диск. А какая моя бревлага здесь 10 февраля? Выпала до 23 июня 0,0. Затем, 23 июня прошел дождь 8 миллиметров. Потом еще из 5 дождей, которые здесь в округе прошли. Вот парадокс. Тандон. Видите, вот лесок, да? Тандон. Льет, как из ведра. На бугру льет. Здесь, как обрезало. Из 5 дождей, которые прошли, вылили вот там и там 120 миллиметров. У меня прошел здесь один. 18 миллиметров. Все. Так пойма. Пойма дона. Должна быть влага. Должна быть, но не обязана. Здесь. То есть, вот здесь полоску мы прошли до, там мы называем, ядранта, до ядранта. Эту полоску мы покровные культуры приложили, прижали к земле. порубили и прижали. Не дисковали ничего, просто прижали к земле. Когда вегетативная масса была максимальная. Это у нас было 16 октября. Вегетативная масса примерно вот так вот была. Мне по грудь. Покровных культур, яровых. И мы катком прижали к земле. Ну, повторюсь, здесь было 8 миллиметров с 23, ой, с 10 февраля. 8 миллиметров фасадка. Там черви где-то лазят. Лазят. И земля холодная. Все тут. Вот он червь. В сухой земле он лазить не будет. Понятное дело. И в жареной тоже. Прямо слипается. Да. И если заметим, смотрите, вот эта вот полоска мы вот таким вот образом прижимали, да? Она более зеленее, чем правее. Может мне так кажется, может я обманываю. Но вот нравится мне вот этот вот эффект прижатия, останавливания вегетации покровных культур яровых. То есть, либо животными, либо катком. А с этой стороны что делали? Ничего. Просто в зиму ушло морозом, убило. То есть, не брызгали, ничего просто? Ничего, просто катком прижали, и все. к земле порубили. Здесь покровные культуры, когда мы зашли 20-го, там, 18-го мая сеять, здесь покровные культуры, которые стояли, там редька была в два кулака, ствол был чуть ли не в мою руку. Они просто вот морозом, их убило, и они остались стоять, и все остальное. Здесь же, они же были, но были прикатаны, от них осталась труха. Рожь когда погибала? Озержи не было, здесь были яровые. Это был 16 октября. Сколько смесь культур было? Тут яровая вот там стояла, да? Вот яровая. Яровая смесь, вот вода была. Вот такая вот смесь здесь была, выросла. Редька масличная, гречиха, лен. Зимки, да, все ты сеял? Да, это все, прямо за комбайном сразу шла сеялка. Ну, и получается, таким способом, как бы, еще одна причина, ты как бы убираешь сорняки, не глифосатишь, да, и сорняки не растут, потому что... В принципе, почти их и не было, да. Постараемся остановили, получается. Может быть, раньше остановили, может быть, то, что к земле прижал лучше, ну, как бы, дал вот этой вегативной массе максимально набранной, которая, максимальное количество питательных веществ. Я просто ее прижал к земле, и она дала... Минерализация быстро произошла. А здесь она стояла, морозом ее била, так она и осталась стоять. По снегу я разницы не увидел, что снег здесь, что здесь. Мы когда катали, оставляли 15 сантиметров между катками, чтобы, ну, снег задержание своеобразное было. То есть пока стоит, она почвенной бактерии не достается? Нет, конечно. Они к земле прижали, и они друг за дружкой. Это раз. Второе, я так понимаю, не замерял температуру, но, скорее всего, здесь температура была выше зимой, чем здесь. Просто как одеяло было прикрыто. Теперь этот прием у тебя будет постоянно? Постоянно. Но, я думаю, что все равно контроль, как Ольга Леонидовна... Будем делать. Вот контроль, пожалуйста, вон дисковку контроль, вы видели. Она стартанула, рысует там раньше. Она вообще зелененькая была, выскочила вся, как будто прям... Глазу любо-любо-дорого посмотреть, а потом при недостатке влаги и куда исчезла, непонятно. Хотя там влага внутри есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова